Добрый вечер! Добрый вечер, Украина! Hello, everyone! Мы рады вас приветствовать в этом светлом зале, поэтому я приглашаю каждого занять свое место, и мы будем начинать. Вы готовы? Мы не чуем, вы готовы? Друзья, как ваше настроение, скажите? Что-то вас плохо слышно, кто-то плохо покушал, я так понял, да? Перестояли в черзе, напевно. У меня есть для вас небольшое предложение. Сегодня было много разных событий на нашем фестивале. И что я вам предлагаю? Я называю какое-то событие, а вы начинаете аплодировать. И в зависимости от того, сколько вы дадите аплодисментов, я пойму с того, как вам нравится или не нравится наш фестиваль. Готовы? Хорошо, давайте начнем с самого утра. Кому понравилась зарядка? Чудово. Итак, а кому сподобались приемные ежи? Хорошо, а кто сегодня был в мастер-классе? Понравилось? Меньше, меньше, хорошо. Ну и самое главное, кому сегодня понравилось изучение Библии? Это самое главное. Но вы знаете, когда сегодня мы все ходили кушать, то я думаю, что больше всего всем понравилось это большие очереди. Правда? Конечно, да. Потому что в это время можно что делать? Позагорать, кто еще не успел за это лето. Можно пообщаться, узнать, кого как зовут, познакомиться и хорошо провести время. Ну и, в частности, сейчас мы проводим добрый час. Но давайте для начала мы представимся. Напевно, большинство из вас нас не знает и увидит вперше. Так что сегодня этот вечер проведут с вами Игорь и Иллина. Ваши облазки. Ну что ж, друзья, увидели, что, в принципе, наш фестиваль разделился на три частини. Люди, которые носят синей браслетик, люди, которые носят, как Игорь, помаранчевый браслетик, и люди, которые носят зелененький браслетик. Давайте пригадаемо, что же он нам означает. Итак, если у нас будет негода и будет дощик, мы будем ести с вами в две смены. Первую смену будет ести в столовой под накрытем, не там, где нас обычно сейчас готовят, а в примещении. Это смена, которая матимет браслетики блакитного цвета. Вторую смену будет ести партия людей, которая будет мать помаранчевый браслетик. Тоже, на випадок негоды, знайте, что спершу идут ести кто? Люди с какими браслетиками? Молодцы. А наступными, кто иду в другую смену ести? С помаранчевыми браслетиками. Все, кто имеет зеленые браслетики, тот получит детскую порцию. Хорошо, друзья. И вы знаете, сегодня я заметил, даже не только сегодня, а и вчера, такой факт небольшой. Есть разные категории в этом, скажем так, народе. Есть люди, которые, например, носят футболки, и их коммерции, я не знаю, как это русское. Воротники. Воротники, спасибо. Воротники их стоечка. Есть такие люди? Есть другие, которые опускают эти стоечки. Есть те, которые все время проводят в телефонах, есть те, которые все время приводят в общение, в изучение. Но сейчас я хотел бы сказать, друзья, что все мы разные. И все мы приехали из разных уголков страны нашей, Украины. Приехали даже из-за границы. И я хотел бы, чтобы мы поняли одну важную истину. Здесь нас, всех, каждого объединил один Бог, и это Иисус Христос. И я хочу, чтобы мы сейчас все встали, помолились и прославливали нашего Христа. Господь, благодарим Тебя за этот вечер. Благослови, Господь, пожалуйста. Это время. Время, когда мы можем быть вместе. Время, когда мы можем, Господь, все больше и больше познавать истину Твою, Господь. Я прошу Тебя, утверждай нас в Твоей истине, Господь. Помоги нам еще больше, Господь, влюбляться в Тебя, служить Тебе, Господь, прилипляться к Тебе, Господь, строить отношения с Тобой, чтобы мы были более и более зависимы от Тебя. Иисус, благослови это вечернее служение каждого из нас, каждое сердце на этом месте, Господь, чтобы оно, Господь, было открыто к Твоей истине. Любим Тебя, нуждаемся в Тебе и прославляем. Иисус Христос. Аминь. Аминь. Ну что ж, мы залишаемся, чтобы спевать песни и поклоняться нашему Богу, а дитки и батьки с маленькими детьми, которые бегают под час вечерней программы, могут пройти в коридор за этими пластиками дверями, где на вас ждет очень интересный сюрприз, мультфильмы, размальовки. И там, не заваживши никому, вы можете спостерегать за всем, что происходит на сцене. Доброе? Ну что? Поэтому готовим наши сердца и прославляем Бога. За тобой пойду, буду там, где ты, следовать готов, только ты веди. Плак во всех путях, справедлив все грамм. Проверяю, только тебе. Проверяю, только тебе. Ты превыше всех ценностей, звони. Проверяю, души, за тебе. Проверяю, души, за тобой пойду, буду там, где ты, следовать готов, только за тобой. Я хочу любить. Я хочу любить и служить, как ты, небо я спатье, только ты веди. Только тебе веди. Проверяю, души, за тобой. Проверяю, души, за тобой пойду, буду там, где ты, следовать готов, только ты веди. Я хочу любить и служить, как ты, не боясь потерь, только тебе веди. В тебе нашел я свободу, в тебе жизнь вечная моя, в тебе лишь радость и сила. Ты со мной всегда, за тобой пойду, буду там, где ты, следовать готов, только ты веди. Я хочу любить и служить, как ты, небо я спатье, только тебе веди. За тобой пойду, буду там, где ты, следовать готов, только ты веди. Я хочу любить и служить, как ты, Не боясь потерь, только ты веди, только ты веди, только ты веди, только ты веди. Мы будем петь про то, что куда бы Господь ни позвал нас, мы хотим идти за Ним, мы хотим отвечать на Его призвание, хотя это будут глубины, которые нам непостижимы, и иногда мы не знаем, куда Бог призывает, но давайте петь и давайте жить так, что мы хотим откликнуться на Божий призыв. Божий призыв Глубины вот меня призвал ты, мне не пройти и без тебя. Но вера крепнет в океанах, там явишь мне Господь себя. Я имя Бог твое зову, и взгляд я с пол на тебя смещу. Душе моей ты дашь покой во время будь, ведь я к тебе, а ты во мне. В лучинах больше благодати, рукой своей меня спасешь. Я имя Бог твое зову, и взгляд я с пол на тебя смещу. Душе моей ты дашь покой во время будь, ведь я к тебе, а ты во мне. Ви, ванне, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- Безгранично доверяюсь Духу Бога Пусть ведет меня погода Туда, куда призвал Он И в глубинах тех, что не преодолеть мне Станет вера моя крепче Тогда рядом мой Спаситель Безгранично доверяюсь Духу Бога Пусть ведет меня погода Туда, куда призвал Он И в глубинах тех, что не преодолеть мне Станет вера моя крепче Тогда рядом мой Спаситель Безгранично доверяюсь Духу Бога Пусть ведет меня погода Туда, куда призвал Он И в глубинах тех, что не преодолеть мне Станет вера моя крепче Тогда рядом мой Спаситель И в глубинах тех, что не преодолел мне Станет вера моя крепче И в глубинах тех, что не преодолеть мне И за счастье И за счастье И за счастье И за счастье Я имя Бог Твое зову, И взгляд я с волна Тебя смещу. Ты дашь покой во время путь, Я в Тебе, а Ты во мне. И последнюю песню мы будем петь. Рады видеть всех, рады чувствовать, что мы одна церковь, несмотря на то, что мы из разных городов, из разных стран. Давайте петь все вместе. Мы церковь Христова, несмотря на то, из какой мы конфессии, из какой церкви, из какого города, из какой страны. Спасибо, наш Бог, за все, что Ты сделал, за силу, за крепость, за мудрость Твою, за сильную жажду и крепкую веру, за нашу большую родную семью. Спасибо за каждый наш год и мгновенье, за то, что Ты нас созидал и хранил, за радость Твоим называться спасением, за то, что Ты нас для Себя осветил. Мы церковь Твоя, мы невеста Христова, мы дети Твои, и мы на свете Твоем. Ты нас отлетаешь, и звук на спасенью, мы славим Тебя, восхваляя за все. Спасибо за слово, что Ты посылал нам, за то, что открыл Ты на нашем пути, за то, что не раз Ты с колен поднимал нас, за силу Твоей бесконечной любви. Спасибо за каждого, кто с нами рядом, за то, что друг другу мы можем служить. Спасибо за то, что Ты дал нам награду, спасением с нас и для мира светить. Мы церковь Твоя, мы невеста Христова, мы дети Твои, мы наследие Твое. Ты нас отлетаешь, и звук на спасенью, мы славим Тебя, восхваляя за все. Мы церковь Твоя, мы невеста Христова, мы дети Твои, мы наследие Твое. Ты нас отлетаешь, и звук на спасенью, мы славим Тебя, восхваляя за все. Мы церковь Твоя, мы невеста Христова, мы церковь Твоя, мы невеста Христова, мы дети Твои, Дети, и мы на свете твоём Ты нас заведаешь, ты звал дай спасению Мы славят меня, воспаляя за всёm Цель твоя, мы небеса halst 개 Мы дети твои, мы на свете твоём Ты нас заведаешь, ты звал дай спасению Мы славят тебя, воспаляя за всёm Ведь цель твоя Добро пожаловать! Where are you? Oh, good. Thank you, thank you, thank you. Third role. Спасибо, спасибо, спасибо. This is what makes it worth it all. This is what discipleship is all about. And I am so thrilled, Mia and Costello. Mia and Costello saw that there were many people teaching people how to read and write English, how to speak English. Mia and Costello saw it as an opportunity to teach people how to study the Bible as they learned English. And they saw it as an opportunity to teach people how to study the Bible. In the sovereignty of God, God has expanded this ministry. As you have looked at the situations in the world. And realize that this is a platform for the gospel of Jesus Christ. And my heart is bursting with joy. As I see you face to face. As I hear how God is working through you. And I am so thankful. And I am so thankful. I'm not sure that my mic... Is my microphone working all right? No. Huh? No. No. A new battery. Yes. Yes. Посмотрите на нее. Она умеет ходить и говорить. Сейчас ей подключили новую батарейку. Молитесь, чтобы эта батарейка не умерла. Мой прекрасный переводчик, чтобы не умер, был очень много на поле, мы называем это. Очень, очень простой, очень хорошо. Спасибо. Ну, скажи это. Скажи это. И всегда умеет вести мяч в игре. Я стою здесь, и говорю, Шем, Хам, и Джейпет. И я говорю об Абрахе. Я до обеда говорила, Шем, Хам, и Афет, и я перепутала. Но он умеет, он знает. И я сказала, Авраам, Исаак, и Яков. А вы сказали правильно. Так что все исправлено. Так что, если вы говорите и по-русски, и по-английски, проверяйте его, что он говорит. Мы наконец-то дошли до книги Исфирь. Мы изучали с вами уже первые две главы. Вы знаете, что происходит в этих двух главах. И что мы сделали с вами? Мы рассмотрели начало книги Бытье. И я хочу, чтобы эта книга была вписана в этот контекст, который начинается с книги Бытье. Поэтому, если у вас есть рабочий лист, а он находится в конце учебника, по тексту книги Исфирь, первая глава, то я хочу попросить вас, чтобы вы открыли этот текст сейчас. И мы хотим вложить этот текст в исторический контекст. И географический контекст. И посмотрим, чему мы можем научиться. О Боге, о котором не так много упоминаний в этой книге. Но который, вне сомнения, находится в этой книге. Поэтому давайте помолимся Господу сейчас. Святой наш Отец. Ты говоришь, что каждый шаг праведника определен Тобой. Ты говоришь, Господи, что от Тебя убеждение человека. И ты говоришь, Господи, как человеку понять свой путь? Господи, в послании к Ефесянам в первой главе Ты говоришь нам, что Ты избрал нас во Христе. Прежде создания мира. Прежде чем Ты сказал, и этот мир появился. В Своей безмерной мудрости, Ты избрал нас чтобы мы были во Христе. И Ты открыл наши глаза, чтобы открыть нам Твоего Сына, Иисуса Христа, тогда, когда Ты пожелал этого. Ты нас спас из разного прошлого и разных опыта в нашей жизни. И, Отец, Ты привел нас в Твое Царство. Некоторые из проституции. Некоторые из наркотиков. Некоторые из алкоголя. Некоторые из алкоголя. Некоторые, которые верили в различные предупреждения. Некоторые, которые были очень религиозны, но не были у вас как Бога и наш Господь. Некоторые, которые были религиозны, но не знали Тебя как своего Спасителя. Некоторые, которые были полны гордости. Некоторые, которые верили сами в себя. Но когда было угодно Тебе, Ты обратил нас из тьмы к свету. От силы Сатаны в Царство Божие. Ты привел нас в Твою семью. И Ты назвал нас возлюбленными, когда было нечего любить в нас. Ты обратил нас из тьмы к свету. И, Отец, Ты крестил нас, погрузив нас в тело Твоей Церкви. И Ты дал нам дары. И Ты позвал нас. И Ты снарядил нас. Чтобы мы были Твоими представителями Иисуса Христа. О, Отец, какую любовь Ты открыл нам. Чтобы мы назывались детьми Божьими. О, Отец, мы не знаем, каковыми мы будем. Но мы знаем, что тогда, когда мы увидим Тебя, мы станем подобны Тебе. И мы знаем, что всякий, в ком есть эта надежда, очищает себя, так как и Ты чист. Поэтому очисти, Господи, нас омовением Твоего Слова. Поговори с нами и скажи нашему внутреннему человеку. И утверди Твое призвание в нашей жизни. И, Господи, если есть здесь кто-то, у кого только религия, но нет взаимоотношений с Тобой, открой их слепые глаза. И приведи в свою вечную семью. Мы благодарим Тебя, Господи. Мы благодарим Тебя, Господи. И говори к нам, Господи, в последующие минуты. И говори к нам также через прекрасные свидетельства, которые мы услышим после этого. И, Господи, пошли нас на эти нивы, которые побелели. Чтобы мы могли приближать пришествие Твоего дня. Мы благодарим Тебя, Отец. В драгоценнейшее имя Иисуса. Аминь. Спасибо. Присаживайтесь. Откройте ваши книги сейчас на странице 75-й в русских учебниках. В русских учебниках у вас есть карта на 75-й странице. На английском языке страница 71. И посмотрим вместе с вами на эту карту. И найдите город, о котором мы читаем в первой главе книги Исфирь. Найдите этот город на карте. Можете найти? Каково название этого города? Суса. Суса. А что было до Медо-Персов? Бабилон. Правильно. Скажите мне, пожалуйста, где в отношении этой карты находится Украина? Ну, примерно. Да, это в левом верхнем углу и выше. Это будет, near from India. У нас есть Турция, потом будет Черное море и выше Украина. Библия говорит нам, куда направились потомки Сима, Хама и Афета. Вот Медо-Перси. Вот на карте, вы видите. Они вышли из Сима. Это потомки Сима. Кто еще из Сима произошел? Это важно нам знать. Кто вышел? Отец Авраам. А из Авраама кто? Айзек. Вы могли так изобразить. И это международный язык, мы бы поняли друг друга сразу. Потому что Исаак означает смех. Кто произошел от Исаака? Яков. Тот, который хватает за пятку. Что сделал Яков с Богом? Он боролся с Богом. И когда он это сделал, что Бог сделал с его именем? Поменял его имя на Израиля. Поэтому Яков известен и под именем Израиль. Сколько сыновей было у Якова? Двенадцать сыновей. Они стали двенадцатью коленами израильскими. Одно из этих колен было избрано, чтобы из него произошел Мессия. И какое колено это было? Правильно. Колено Иудина. Очень хорошо. От Иуды произошел царь Давид. И от Давида кто произошел? Иисус Христос. Иисус Христос. Итак, поняли империю Медоперсов. Скажите мне, какие главные персонажи упоминаются в книге Есфир, первая глава. Кто они? Да, иисус Христос. Да, иисус Христос. Да, иисус Христос. И что его имя? Это говорит Ксеркс. Да, иисус Христос. Да, иисус Христос. Мне нужен один мужчина, который будет Артоксерксом. Кто уже был здесь с дьяволом, не надо. Давайте другого. Нам нужен мужчина. Давайте. Okay. Нет желающих? Хорошо. Хорошо. It's a tall one. Good. Хорошо. Спасибо большое. So this is a Xerxes. Хорошо. Вот это будет Артоксеркс. I want you to tell me what you learn about him from chapter 1. What kind of a man is this? Что это за человек перед вами? A tall man. Okay. What, what, do you know what he tells us about a Xerxes? How does he describe a Xerxes? What does a Xerxes like? Вот ты скажи нам, как описан Артоксеркс в первой главе? He's rich. He's rich. Oh, yes. Influential. And influential, yes. All right. Tell me some other things. Хорошо. Вы скажите. Вы скажите. He loves to have feasts. Oh, he loves to have feasts to throw a banquet. Да, с банкетами. How many banquets are in chapter 1? Хорошо. Вопрос тогда. А сколько банкетов в первой главе? Three banquets. Three banquets. Yeah, three banquets. All right. How long does one of them last? Вот один из них. Насколько продлился? One hundred and eighty days. Woo! That's a long time. Вот это. And what's he doing during that time? Что он делает во время этого пира? He shows his riches. Yes, he shows his riches. He must be very prideful. What else does he want to show off? What? His beautiful wife. I need a bashti. Хорошо. Нам нужна bashti. Сейчас царица. Oh, I'm not getting Luda. I'm getting somebody else. Okay. Here's my bashti. Good. Well, there's a taller man. That's good. Хорошо. У нас высокий царь. Нужен высокая царица. Good. My David's second daughter is six foot one or two. Вторая дочь Дэвида примерно метр восемьдесят с лишним. David's only about five foot eight. David примерно на двадцать сантиметров ниже. And I kept praying. Oh, God, please send my granddaughter a tall man. И я сейчас молюсь, Господи, пошли моей внучке высокого мужа. A tall man that loves Jesus. Высокого мужа, который будет любить Иисуса еще. And God sent one that is six foot four. И Бог послал мужа ей, который на шесть сантиметров выше нее. Okay. So, he wanted to show off all of his riches. Так вот, царь хотел показать все свои богатства. So, he gave a feast, a feast, a feast. И поэтому, что там происходит? Пир и пир. А что сделала царица Васти? Что она сделала? Another banquet. Another banquet. Who was invited to this banquet? Just women. So, we have a woman's banquet. We have a men's banquet. And after the six months of banquet, there was another banquet. Представьте себе, шесть месяцев первый банкет длится, потом начинается следующий. Look at verse 5. Посмотрите в пятый стих. When the days were completed, that's for the banquet that lasted six months. The king gave another banquet. Сказано, по окончании сигней, царь сделал другой банкет, пир. For all the people who were present at the capital of Susa. And so, they were all having a great party. У них у всех была потрясающая вечеринка. И потом сказано, что на седьмой день этого банкета, когда царь напился, он сказал, вы не видели ничего. Вы мне не верите, а какая она красавица. Такая красивая. Вы мне не верите. Приведите, приведите, приведите Васти. And so, they brought food. Did they bring Вашти? Они привели ее? Did they? Да. No, what did Вашти do? She's not going to come. Она сказала, нет, не приду. I said, get Вашти. Я сказал, приведите Васти. We've got to get her in here. Давайте ее сюда. They've got to see how beautiful she is. Все увидят, какая она красавица. Tell her to get in here. Приведите. What does Вашти do? No. No. Oh. What are we going to do? Ну, что мне сейчас делать? All the women in the empire will hear that Вашти did not come. And I'm the king. What are we going to do? So, what did they decide to do? You tell me. Well, wait a minute. Вашти, tell her to get in here. One last chance. Tell her to come. What does Вашти say? That makes me so angry. She cannot do that to me. I'm the king. I'm the king. I'm the king. Hey. 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 Get the wise men. Bring the wise men in. Wise men. Hey, мудрецы. 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 Вашти will not come. She will not obey me. What should I do? So, what do they say to do? Tell me what happens. What? She needs to be punished. She is to be punished. Ее нужно наказать. That's right. Почему? Is it почему? Why? 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 Watch, I'm coming down off the platform. Я сейчас к вам доберусь. You ready? Here I am. Okay, don't get too close. I'm 84. I'm here. Okay. All right. So, Okay, girls. If Vashti didn't have to obey the king, neither do we have to obey our husbands. Our husbands are not even kings, are they? No. they are not kings. So, I'll tell my husband. The king, the king, she did not obey the king. She did not obey the king. I don't have to obey the king. I don't have to obey you. I don't have to obey you. So, what did the king get, what did they get afraid of? There would be a woman's movement and they would rebel against their husbands. So, Vashti has to become an example. So, the women in the kingdom don't follow what Vashti did. So, what are they going to do? Let's look at it. Let's look at it. It says in the verse 16, in the presence of the king and all the princes, a man whose name I cannot pronounce you pronounce said, Queen Vashti has wronged not only the king, but all the princes and all the peoples who are in all of the provinces of king Artaxerxes, for the queen's conduct will become known to all the women. Watching them, have I lost my sound again? Yeah. I'll stand close to you. Okay, we'll share a mic until you get up here. Okay. All right. The queen's conduct will become known to all the women, causing them to look with contempt on their husbands. And saying, King Azerxes commanded Queen Vashti. I'm getting charged up. The king commanded Vashti to be brought into the presence, but she did not come. Царь повелел привести царицу Астинь перед лицом свое, а она не пошла. Look at verse 18. This day, the ladies of Persia and Media who have heard of the queen's conduct will speak in the same way to all the king's princes. Княгини Персидские и Медийские, которые услышат о поступке царицы будут говорить то же самое царям и князям. And there will be plenty of contempt and anger. И будет много пренебрежения и огорчения. Now, listen very carefully to this next chapter of verse. Следующий стих внимательно. Verse 19. If it pleases the king, this is please you, king. Yes, good. It's two thumbs up. If this pleases the king, let a royal edict be brought, be issued by him. Now, I want you to get this because it's going to be very important later on in the book. And let it be written in the laws of the Persians, of Persia and Media. so that it cannot be repealed. In other words, once it's written in the laws of the Persians and the Medes, it cannot be revoked. it must be carried out. It cannot be changed. It has to happen because that was the law of the land. Once it was written, it could not be revoked. All right, remember that later on. All right. And it says that Vashti may no longer come into the presence of king Acerxes. Acerxes. And let the king give her royal position to another who is more worthy than she. Acerxes Now, listen to verse 20. It's important. It says when the king's edict which he will make is heard throughout the kingdom great as it is, then all women will give honor to their husbands great and small. In other words, when they see what happened to the queen herself, because she refused to obey the king, it didn't matter whether he was drunk or whatever, he was king and kings are to be obeyed. And by the way, God tells us that women are to be obedient to their husbands. God has ordained that. And what's happened in the United States of America is many women have listened to the words of the serpent rather than the words of God. And they began a women's movement which was against men which caused them to dishonor their husbands. And many women said, I don't need a man, I can do it all myself. And they were ignorant of God's command to love their wives and to cherish their wives and for the wives to submit to their husbands as he laid out in Genesis chapter 2. God made us male, he made us female. And there is a way for a man to behave and there is a way for a woman to behave. He made us not as competitors but he made us as completers, as counterparts. and a woman that fulfills her role could not be more beautiful. Now, I'm not talking about a husband that beat you, I'm not talking about things like that, I'm just talking about the general principles. First Peter tells us that the woman is weaker than the man and many women want to be stronger than the man and there is nothing more beautiful than a woman who listens to God. All right, so what happens? Look at verse 21. The word pleased the king and the princes and the king did as Mekmukhan proposed. So Vashti, watch, is gone and he's saying no, no, she's lost her position. She will never see his face again. But that leaves him without a wife. It leaves him without a queen. God is on his throne. God has a plan. God has a purpose. And although his name is not mentioned, watch what happens. in Esther chapter 2, king Ahasuerus was angry, act angry. Царь Artaxerx был but eventually he relaxed. And he remembered. Oh, somewhere out in my kingdom there's a beautiful woman. And she could be my queen. So what happened? He calls the overseers. And he tells them, he appoints them. And he go into my kingdom. He says, go into my kingdom. Find me the best looking women you can find. And bring them here to Susa. And then they tell the king, verse 4, then let the young lady who pleases the king be queen in place of Vashti. And the king likes this. А царю-то понравилось, конечно. He likes this. This is going to be fun for the king. Oh, this will be cool. Okay. Verse 5. Thank you so much. Let's give him a hand. Because God is taking over. because it's wonderful. Because God is right. Okay. So who do you meet for the first time in Esther chapter 2? Who's the next character you meet in Esther chapter 2? A what? Mordecai. Mordecai. What is Mordecai? Mordecai. What's Mordecai? Who is Mordecai? Who is Mordecai? What is he what's he called? How is he called? He's a Jew. He's a Jew. He's a Jew. Oh. What is it? Where did he come from? Who is his forefather? Who is his forefather? Look up here. Look up here. Abraham. Yes. 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 This is the second time Jew is mentioned in the word of God in the Old Testament. В Ветхом Завете это второе упоминание вообще этого слова иудеи. And it is mentioned about 51 times in Esther. И представьте себе 51 раз это слово упоминается только в книге Сфирь. Jew is mentioned more than any other time in any other book of the Bible in the Old Testament. в Ветхом Завете слово иудей упоминается в книге Исфирь больше чем в какой-либо другой книге за такой отрывок как только в Исфирь. So in your Bible you might want to write or I put a star of David в Библии например я отмечаю слово иудеи and then I put first mention я отмечаю звездой Давида and it is 2nd Kings 25-25 So let's go to 2nd Kings 25-25 All right and let's see what it says This is the first mention of Jew in the Tanakh in the Old Testament in the Jewish Bible Read it verse 25 Now it came about So that's the first mention of Jews in the Bible And basically the word Jews came from Judah All right now let's go back to Esther chapter 2 What do you learn about Mordecai? Okay I need a Mordecai Thank you All right and I've got my Mordecai Oh Mordecai Oh Good Good Okay we'll put Mordecai up here Okay You need an Esther Who wants to be Esther? Come on send me an Esther Who? His wife Okay Nina Okay Good 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 All right She's supposed to be the daughter not the wife No No Okay Thank you All right Now tell me from reading chapter 2 which was your last assignment in this week's lesson What do you learn about Esther from this chapter? Tell me what you learn about him about her What do you learn about her? Okay You can look at your Bible You can look at your Bible and you can see or your observation worksheet and you can see every reference to Esther right? You can see every reference Okay So when you look at her what do you learn about her? This is very important What do you learn about her? It's very important She was an orphan No father No mother She was an orphan No father and mother So who was Mordecai? She was a Mordecai What is Esther's other name? Hadassah Hadassah All right Hadassah means myrtle tree You might want to write that down someplace I have it in the top of my Bible there It means myrtle tree It means myrtle tree And many Jewish women's groups today In many Jewish women's today In synagogues have a Hadassah group A group of women called Hadassah And that is because of the book of Esther Because of and you're going to see this Esther's courage and Esther's sacrifice So you have a woman who is living in the Medo-Persian Empire who is a Jew being raised by her uncle a Jew Is this an accident or does God have a plan or does have a plan Okay we're going to see as we continue our study All right Now what do you learn about Mordecai from verse 6 Where was Mordecai What do you learn about him Tell me Where did Mordecai live before before he lived in Susa Where did Mordecai live in Susa Jerusalem Right He lived in Jerusalem He lived in Jerusalem All right But what happened But what happened What happened Babylon happened And you want to put down these three dates They're very important In 605 BC In 605 BC Nebuchadnezzar the king of Babylon became the king of Babylon And he had gone to Jerusalem And took a small group of Jews captive with him This is Mordecai So let's say I'm the king of Babylon I'll come up here Alexei and be the king of Babylon Okay So you're going to take him into the Medo-Persian empire Okay Alright Alright But not in 605 BC Also we got to go back here In 605 he gets other Jewish men He gets other Jewish men This is important This is why you mark the text He goes and he gets other Jewish boys and takes them into captivity 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 Okay And Daniel Yeah No Four You're No you're one of them Yeah Okay Alright Three Yes No you're the king You're the king Give me a Daniel Shadrach Meshach Abednego Okay What Cary выбирает Danilo and his three friends Okay Okay No 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 I need him I need him You're the king of Babylon You're Nebuchadnezzar Oh Yes Yes I said it wrong I'm sure Alright Choose one of them He's going to be Daniel He's going to be Daniel Okay Who's Daniel? Okay So he takes Daniel Shadrach Meshach Abednego And he goes to Come on over here Up here to Babylon Okay To Babylon Okay This is king Nebuchadnezzar А вот царь Навуходоносор Okay Good You've got him trained already This is Daniel Right Alright So he has taken them Into Where? Куда царь Увел их Помните? Into Babylon Вавилон Okay He puts They're good looking Men Yeah He chose them Because they're They're And he thinks They're smart So he puts them In the king's Palace He puts them In his palace Okay But then He looks at them And he says They need to be educated Turn in your Bibles To Daniel chapter 1 Daniel chapter 1 You're still here You're still here Okay Alright I have not forgotten you Okay Because you're a wonderful Jewish man Yes And not only that But Esther But Esther's pretty You've done a good job Raising her You've done a good job Raising her You've done a good job You've done a good job Now watch How Scripture Interprets Scripture Заметьте Как Писание Толкует Само себя How Scripture Together Fit together And give you The full picture Как Писание Описывает нам Полную картину And this is why You should study The Bible Book by book And this is why It is good To begin with Genesis And go through And we have A precept course On every Old Testament book And they're busy Trying to get them All translated Now Daniel Is The book of Daniel Is What kind of literature Помните Какой книгой Каким литературным Жанром Является Книга Даниила Right Very good It's prophetic So go to the prophets Go to Isaiah And Jeremiah And Ezekiel And Daniel And you can see How all these Fit together But this is beautiful Okay So in Daniel Chapter 1 You have King Nebuchadnezzar Going and getting These men For his For his Cabinet Like And when Daniel Gets there Stand up Daniel Daniel Makes up his Mind That he's not Going to defile Himself With food From the king's Table And so he passes The test And I showed you This verse The first night I taught I think I did All right And it tells us How long Daniel served The kings Of Babylon Здесь сказано Как долго Служил Давид Простите Даниил Служил В царстве Вавилона And verse 21 21 Of chapter 1 1 1 This is Where you Want to mark Time Carefully It's To Mесто Где ты Хочешь Отметить Выражение Времени Daniel Continued Until The first Year Of Cyrus The king И там Даниил Служил До первого Года Царя Кира Now Remember Isaiah The prophet Помните Isaiah Пророк 150 Years Before Cyrus Was ever Born За 150 лет До того Как Кир Вообще Родился Isaiah Wrote About Cyrus Because He Wanted People To Understand Потому Что Он Хотел Чтобы Люди Поняли That God Is Sovereign And That God Sets Up Kings And He Brings Them Down All right Now Chapter Two Verse One Okay Nebuchadnezzar You stay there Nebuchadnezzar Has a dream And he Can't Sleep And He He Calls His Wise Men I Want You To Remember This For Later On In Esther Nebuchadnezzar Cannot Sleep Oh Oh I'm I'm sorry I thought I I made you Okay I didn't No You didn't You're fine You're Who Nebuchadnezzar Yes Okay Nebuchadnezzar Who did I say You said it right Oh I said it right Oh I said it right Oh my goodness My battery's working Okay He's Nebuchadnezzar The king of Babylon He cannot sleep Because he has a dream Because he has a dream And the dream is troubling him And he calls his wise men And he says tell me the dream Tell me what it means And they said look You tell us the dream And we'll tell you what it means He says I can't remember the dream You're the wise men Tell me what I dream And tell me what it means And they say no king has ever asked somebody to do that He says you're not wise You just want me to tell you And you'll tell me anything You just want me to tell you And you'll tell me anything Kill them all Put them to death I'm tired of the wise men Okay So they go to put them to death They get here to the Jewish boys And they say You're gonna die And Daniel says Почему Why Почему Because the king can't find anybody To tell him about his dream And so that's why he's going to do it Do you know what Daniel did I can My God that I serve He will give us Oh I'm so proud of you We chose the right Daniel Good So he goes to God And he asks God Show me the dream Let's jump over in the chapter And let's see what the dream was All right So watch Here is the dream And I'm We're telling it to the king Okay Daniel Come over here Like you're Daniel Let him read it Let him read verse 31 In Russian Can you read it? Okay Daniel Chapter 2 Verse 31 Okay Read 31 to 35 Okay Good Тебе царь было такое видение Вот какой-то большой истукан Огромный был этот истукан В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою И страшен был вид его И у этого истукана голова была из чистого золота Грудь его и руки его из серебра Шрево его и бедра его медные Голени его железные Ноги его частью железные Частью глиняные Ты видел его Доколе камень не оторвался от горы без задействия Руки ударив истукана в железные Глиняные ноги его и разбил их Тогда все вместе Все вместе раздробилось Железо Глина Медь Серебро И золото Сделались так Как прах На летних гумнах И ветер унес их И следа Следа не осталось от них А камень разбивший истукана Сделался великой горою И наполнил всю землю Verse 35 Good So what is the dream about? Tell me A statue A head of what? Gold A chest What? Silver Дальше Медь And iron Железо And clay И внизу Глина И что случается с этой статуей? A big stone Большой камень Cut without hands Без рук человеческих Hits the statue And the head The statue falls over Say it like I'm saying Right? Почему? Нет 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 Where does the stone Hit the statue? Итак Куда ударяет? On the feet В ноги ударяет And what happens to the statue? And what comes in its place? Тысячи кусков What does the stone become? Что становится из этого камня? It becomes a great mountain Вырастает большая гора And fills the whole earth И наполняет всю землю And he says What does that mean? А царь говорит Ну что же это значит теперь? Yes And so Daniel Comes back И Данил Возвращается И Данил Tells the interpretation И Данил Говорит толкование So Read down to Verse 39 Yeah 36 to 39 По 39 Вот сон Скажем пред царем И значение его Ты царь Царь царей Которому Бог небесный Даровал царство Власть, силу и славу И всех сынов человеческих Где бы они ни жили Зверей земных И птиц небесных Он отдал в твои руки И поставил тебя Владыкою над всеми ими Ты Это золотая голова После тебя Восстанет другое царство Ниже твоего И еще третье царство В медное Которое будет ладычествовать Над всей землей А чарство Good Who is the head of gold? Итак Кто является этой Золотой главой Истукан? Who is the head of gold? Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar Он What do you learn About the chest? Что вы узнаете О груди? What do you learn About it? Что вы узнаете? Next kingdom All right So you start with gold Итак Золото And then you go to What metal? А потом дальше Какой метал? Silver Silver Now watch It's the chest Это грудь Head of gold Chest of silver Грудь и серебра Okay And then what do you have? А потом Что у тебя есть? You go from gold Итак Золото To silver Серебро To bronze Дальше Медь So what does it tell you? И что здесь сказано? It tells you That after Nebuchadnezzar Verse 9 There will arise another kingdom In 39 стихе сказано Восстанет другое царство Ниже твоего Then another third kingdom Of bronze Which will rule Over all the earth And then in verse 40 There will be a what? A fourth kingdom Есть четвертое царство Strong as iron Крепкое как железо Alright And as iron crushes And shatters all things So like iron breaks into pieces This fourth kingdom Will crush And break all of these In pieces Как железо разбивает И раздробляет Все так и оно Подобно Все сокрушающему Железу Будет раздроблять И сокрушать все In verse 41 41 стих In that you saw The feet And the toes Part of iron And clay It will be a It will be a It will be a divided kingdom And what's going to happen To the toes Look at verse 44 Look at verse 44 For the sake of time 44 стих Давайте Сэкономим время This is very important This is very important This has not yet Happened yet Это еще не произошло So there in the statue This ten-toed kingdom Вот есть в этой статуе 10 пальцев Partly strong Partly strong Partly weak Partly weak Will be struck By a stone Cut without hands Который без рук Отвалился Царством Look at verse 44 Посмотрите 44 стих And let's read it В одни тех царств Бог небесный Воздвигнет царство Которое вовеки Не разрушится И царство Это не будет Передано Другому народу Оно сокрушит И разрушит Все царства А само Будет стоять Вечно Какое царство Будет стоять Вечно И вечно Чье царство Это будет Чье царство Это будет Jesus Christ Да Это царство Иисуса Христа Когда Евангелие Открывается В самых Начала Первых стихов The message Of John the Baptist The message Of Jesus Christ Is repent The kingdom Of heaven Is at hand Вестью Иоанна Крестителя Вестью Иисуса Христа Повторяется И является То же самое Покайтесь Ибо приблизилось Царствие Небесное Когда они Распяли Иисуса Что они написали Над его головой The what King Of The Jews Иудейский God is not Mentioned in Esther Заметьте Иудеи Упоминаются В книге Сфирь И они Часть Этого Завета Божьего С Авраамом And they Are part And Judah Is the Tribe Of David А Иуда Это Колено Давида And David Is the Forerunner Of Jesus Christ This is the Big picture And all of this Has something To do With Mordecai With Esther And Esther And Esther And Who else Who else Who else Are you going to meet What is going to happen In the book of Esther Что произойдет В книге Исфирь Will Esther Become the Queen Will she be chosen If so Почему Why What does God Have in mind Tune in tomorrow Lesson 2 And listen to what God is going to tell us But before we dismiss For our second part Of the evening Let me tell you One thing When Nebuchadnezzar Heard this dream And he heard That he was The king of gold They had a gold He also heard That the head of gold Would be taken away And then there would be A chest of silver He heard That the chest of silver Who replaced Who replaced Nebuchadnezzar What kingdom Replace Babylon The Medo-Persian Empire And who was the king That God raised up What was his name It was Cyrus Kyr All of this Is fitting together In God's awesome plan But Nebuchadnezzar Is a proud king And Nebuchadnezzar In the next chapter What does Nebuchadnezzar build What does Nebuchadnezzar build What does he build Another statue Made of what A head of gold A chest 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 of gold Because he thinks His kingdom Will endure forever Because he thinks His kingdom Will endure forever There is only one true king And it's the king of kings It's the king of kings The Lord Jesus Christ And he will rule Forever And he will rule And he will rule And God is going To teach Daniel What he taught And used In Alexei's life When he met The Taliban Maybe you'll get to hear That story So this is the book of Esther Beginning A queen That won't come in In front of the king's guests A queen that is kicked out According to the law Of the maids and persians Царица Которую просто Пнули Из этого царства And a Jewish man И мы видим Иудейского Мужчину Который Воспитывает Иудейскую Племянницу And he is taken И он взят Into Суза Суза Из Иерусалима В 597 В 597 До Рождества Христова Тогда Когда Навуходоносор Взял 10 тысяч Человек Из Иерусалима Друзья Это же Прекрасное Слово Божье Это Божья История Которую Он творит Вот Эта История Это Божья История And Those That Help It Come To Pass Are Даниил Шедрак Мешак Абендико И те Которые Верны Богу Это Даниил Седрак Мешак Евдинага Те Которые Не Пошли На Компромисс А А Женщина Которая Будет Эстер А Женщина Жертвенности И Смелости Божий Человек Который Не Преклонится Ни Перед Кем Кроме Бога Пусть Семь Морде Каис Эстер Даниил Шедрак Мешак Абендико Пусть Бог Поможет Нам Быть Мордохеями И Сфирями Даниилами Седрахами Месахами И Авдинагами И Пусть Бог Использует Нас Величественно И Благословительно До Того Дня Когда Зазвучит Труба Господня И Тогда Мертвы Во Христе Воскреснут И Мы Оставшиеся В живых Будем Схвачены И Будем Встречаться С И Мы Говорим Гряди Господи Скоро Гряди Давайте Поблагодарим Спасибо вам Сестра Мия За Ой Сестра Мия Сестра Кей За хорошее слово Мы Все Очень Сильно Ободрились И Сейчас Будет Что-то Такое Что Все Так Долго Ждали Без Чего Этот Фестиваль Просто Не Может Будь Фестивалем Как Вы Думаете Что Это И мы Починаем Миноперси Великого Облагословенного Нашего Батюшку Царя Артаксеркса АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что Великий Царь Значит В первые Девять дней Мы увидели Значит Ваше Богатство Золото Ой Увидели Ой Богатство Какое Ж Великое Богатство Значит Говори 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 Князь Говори Самое Великих Княжество Твое Значит В Сто Двадцатый Год Мы Увидели Ваши Колесницы Ох Какие Колесницы Ты видел Таких Колесниц Просто Нету Я Уже Очень Быстрые Колесницы Я Думаю Назовем Это Состязание Ф1 Так И Запишем Да Ну и Напоследок Конечно Мы В 179 День Увидели Как богата Ваша земля Сколько Она дает Плодов Разных Это же Просто Неимоверно Друзья Друзья Стоп Есть Еще В моей Коллекции Диадемка Есть Моя Красавица Хочу Представить Вам Мою Супругу Друг Мой Раб И просто Помощник Сбегай Приведи Ее Ко мне А сейчас Вы увидите Сейчас Вы увидите Настоящее Достоинство Царя А в это Время На Женской Половине Царского Дома Ой Девочки Так Хорошо Гулять Слушай Поправь Мне Еще Маникюрчик А Слушайте На самом Деле Я Так Устала Так Надоело Это Все Ох Царица Тебе Так Повезло Ай Что Здесь Повезло Ничего Хорошего Как У Тебя Это Получилось Секреты Надо Знать Царь Зовет Царь Царь Зовет Царица Что Тебе Ты не Видишь У нас Здесь Пир Царь Зовет Да Царица Царь Зовет Наверное Опять Хочет Похвастаться Моей Красотой Знаешь Что Мне Уже Это Все Надоело Скажи Ему Что Я Не Пойду Вот Не Пойду Не Хочу Что Так И Сказать Вот Вот Передай Это 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 Царь Террица И Что Я Не Боюсь Его Царь Царь Не Пошла Что Значит Не Не Понял Как Не Пошла Так Царь Или Не Царь Ребята Я Царь Ты Царь Царь Не Что Не Пошла Ты Что Как Она Может Ему Три Года Тренировались А Бэт Ты Хоть Подожди Как Меня Учил Мой Наставник Василий Царь А Народ А Все Жены Что Они Подумают Подождите Друзья Стоп 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 Скажите Мне Мужики По Человечески Как Закон Говорит Помогите Как Закон Говорит Смотри Царь Царь Смотри Ну Она Это Сделала Но Все Таки Ты Завоевал Очень Много Городов Там Очень Много Семей И Смотри Если Сейчас Это Ничего Не Сделать То Тогда Это Все Перейдет К Другим Семьям И Тогда Вся Твоя Власть Что Ты Завоевал И Сделал То Она Будет Пренебрежание Потому Что Все Будут Следовать Примеру Царицы Остынь На Всю Империю На Всю Империю Опозорила Разрушить Семьи Надо Что То Делать С Царицей Остынь Ваши Предложения А Наши Предложения Какие Что 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 Может Значит Окей Google Что Делать Царю Если Царица Не Хочет Ити Ладно Колдуй Колдуй В законе Что Написано Может Мы Ее Изгоним А Возьмем Тебе Где То Лучшую Которая Будет Повиноваться Тебе И Утверждать Твое Царство Лучшую Лучшую Google Так И Сказал Убери Эту Коробочку От Сюда Ты Знаешь Дело Говоришь Князья Все Так Дело Говоришь Будь По Моему Пиши Пиши Царицу Остень С Глаз Долой Ага Чтобы Она Не Предстояла И Не Была Все Что Она Имела Отнять Все Достоинства Которые У нее Были Вот Это Мудро Царь Иди И Сообщи Вот Это Очень Мудро Царь Очень Мудрое Решение Садись Садись Царица Ты Попала Давай Печать Значит Печать Ваше Высочество Закон Утверждает Закон Медаперса Утвержден Мужчина Царь Силен Отлично И У тебя Хватает Совести Послушай Что Я Тебе Приготовил Музыку Ни К Чему Теперь За Тобой Ходить Ни К Чему Теперь Мне Други Дарить Имя Ты Моей Не Смогла Сберечь Поросло Травой Вместо Наших Встреч Поросло Поросло Травой Поросло Травой Поросло Травой Вместо Наших Встреч Травой Поросло Травой 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 Ваше Ваше Предложение Значит так Объявляется Конкурс На шоу Холостяк В студию Давайте же узнаем Кто из яиц Получит Ожидаемую Розу Корона Идут 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 Царь Идут Идем Царь Идем Выбирать Отраковец Русь Знаю Такую Картофельную Область С какой это Вы Области Девица Шпрехенци Биттелансам Ого Яволь Германия Яволь Яволь Ну а вы Чью Область Представляете Юная Царь Дорогой Господин Из твоей области Твоего государства В Сузах Престольных Прописанное А Хорошо Говоришь Хорошо Говоришь С нашей области То есть А чё Царь 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 Сейчас Секунду Мне нужен совет Моих мудрецов Постану 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 В общем выбирай Что на сердце лежит Выбирай Царь сделал выбор Кому представлю свою корону Бровья 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 Бровьями союзно И вот она для тебя Девица Это Насе С достоинством Возгла Свадьба 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 Пела И Плясала И крылья Царь В дальней сли Чироке Вот она А теперь Ну что, интересно, что завтра нас ожидает? Какое будет продолжение этого фильма? Ну что, теперь давайте вздемо на свои ноги, покличем нашу музыку группу и разом с ней заспеваем песню. Я пойду за тобой, куда бы ты не подъем меня, Я исполню все, до чего ты меня призвал. Моя радость тебе, всю свою жизнь я тебе отдам. Мои слезы, боль поглотила твоя любовь. Пой, 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 пая, большая скала, всегда из камня защита моя. Спасение моё, в небо жизни моей, кого мне бояться теперь. Пой, 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 пая, большая скала, всегда из камня защита моя. Спасение моё, в небо жизни моей, кого мне бояться теперь. Я пойду за тобой, куда бы ты не подъем меня. Я исполню все, до чего ты меня призвал. Моя радость тебе, всю свою жизнь я тебе отдам. Мои слезы, боль поглотила твоя любовь. Пой, 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 пая, большая скала, всегда из камня защита моя. Спасение моё, в небо жизни моей, кого мне бояться теперь. Пой, 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 пая, большая скала, всегда из камня защита моя. Спасение моё, в небо жизни моей, кого мне бояться теперь. Одного лишь просил я у Господа, чтобы быть мне в доме Его всегда. Созерцать красоту и величие Его перед славу Господа моего. Одного лишь просил я у Господа, чтобы быть мне в доме Его всегда. Созерцать красоту и величие Его перед славу Господа моего. Созерцать красоту и величие Его перед славу Господа моего. Созерцать красоту и величие Его перед славу Господа моего. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня у нас был такой насыщенный день. Вы можете приседать, занимать свои места. Сейчас я хотел бы перед тем, как подойти к следующей части нашего вечера, сказать небольшое объявление. На территории нашего фестиваля некоторые люди потеряли индуктивную Библию и вместе с ней пособие. Поэтому, если вдруг кто-то найдет, подходите, пожалуйста, сюда к Алене, где проектор, и мы вам будем очень благодарны. Ну что ж, я хотел спросить вас, понравился вам сегодняшний вечер? Мы очень рады. И сегодня завершить этот вечер мы хотели бы небольшим видео сегодняшнего дня. Поэтому внимание на экран. Внимание на экран. КОНЕЦ